здравствуйте уважаемые любители хорошей музыки вы находитесь на канале машина рекордс с вами данил масловский и сегодня мы с вами будем узнавать массу всего интересного про замечательный коллектив фантастик их одноименный альбом который недавно был выпущен нашим издательствам вы наверное приготовились услышать захватывающую историю про бородатого мужчину который писал прекрасные песни и женщину с ярким макияжем которую он придушит телефонным шнуром на через пять секунд но на самом деле ничего этого не будет более того те люди которые изображены на обложке альбома фантастик не имеют никакого отношения к группе фантастик кроме того что они были скажем так лицом команды но не писали песни и в общем творчески никак не относились к процессу создания пластинки а разговаривать мы с вами будем про группу катапульт и продюсерскую компанию cat music которая сделала этот альбом и еще массу альбомов два из которых еще дополнительно тоже вышли на машина рекордс но мы про них поговорим в следующих выпусках и так поехали история массового разоблачения диска мистификации итак группа фантастик с хитами мама told me мария наумас и прочим 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 очень известная очень популярная на европейских дискотеках более того даже выпущенная фирмой мелодии не на одной пластинке на целых двух какое отношение имеют к фантастик такие известные команды как golden и ринг stars on 45 и что за черт возьми проект динамик 7 давайте разбираться история началась сильно раньше практически за восемь лет до того как это пластинка впервые увидела свет началась она в семьдесят третьем году когда несколько голландских музыкантов игравших хард-рок из разных групп собрались поехали вместе отдыхать в курортный город ларет-де-мар в испании там они познакомились сблизились в хорошем смысле этого слова и дали друг другу обещание что они будут вместе несмотря ни на что всегда музыканты сформировали группу которая получила название катапульт название придумал как раз вокалист группы golden и ринг барри хэй а продюсером группы стал барабанщик golden и ринг я об эгемонт группа изначально держала курс на глэм-рок на веселые развлекательные мелодии которые были очень популярны среди молодежи и такие финглы как латчо хэй ахэй даун помимо нескольких успешных синглов группа решила записать альбом и альбом вышел в семьдесят четвертом году полноценный лп на котором были как ранее выпущены хитовые синглы которые продюсировал я об эгемонт так и вещи которым группа тяготела больше сама и они звучат как не знаю как гипиопл как юрай хип да то есть если послушать это совсем не веселый глэм это такие полноценные фундаментальные сюиты там по 6-7 минут и это в общем не имеет ничего общего с тем что они будут делать восьмидесятые но тем не менее да вот была такая ситуация а выпускалась это все на лейбле полидор и группа в тот момент еще сотрудничала с таким очень известным голландским персонажем как вильям ван кутон который был промоутером и радиоведущим он владел той самой легендарной радиостанции которая вещала из нейтральных вот на европу всю музыку и с вильямом ван кутоном у группы был такой договор что он вошел в долю от прибыли группы от продаж там и концертов и так далее и он соответственно как владелец и ведущий очень популярной пиратской радиостанции которую слушала вся молодежь вот он соответственно форсировал музыку коллектива оставил ее в эфире вот таким образом она становилась популярной промоутеры были при деньгах и музыканты при славе все были счастливы и довольны однако ситуация очень быстро менялась и уже во второй половине семидесятых глэм артисты начинают стремительно выходить из моды а что им делать как продолжать работу дальше если ты хочешь работать а тебе говорят извините пожалуйста уступите дорогу молодым в какой-то момент получилось так что музыканты сняли один большой дом и вместе с семьями переехали туда там они играли там они записывали музыку и однажды они увидели на пороге дома полицейских которые которых вызвали соседи страшно недовольные тем что им мешает там спать и работать там или что-то еще громкая музыка это все привело к тому что музыканты основали свою студию которую они назвали cat music обрезав название катапульт до трех букв и начали заниматься продюсированием музыкантов как реальных так и записывая разную музыку и продавая ее под вымышленными именами и отправляя на обложки альбомов и и в концертные туры и на телевидение отправляя совершенно посторонних персонажей поскольку их лица они конечно попытались они попытались один последний раз сделать новую группу это была группа монотонс формально это был тот же самый катапульт но уже не в блестящих пиджаках и с лаковыми прическами а в строгих стильных костюмчиках с галстуками с нормальными прическами вот это уже был такой new wave и Продолжение следует... Примерно в это же время музыканты группы «Катапульт» начали работать с трио «Интернешнлс». Записывали и выпускали для них синглы. И в том числе работали над материалом для отборочного тура «Евровидение». И группа «Интернешнлс» — это было трио трёх сестёр «Крукс». Даже поучаствовали в национальном отборе, но заняли второе место с песней «Young and in love», написанной музыкантами «Катапульт». И в общем дальше не прошли. Но песня тем не менее имела определённый успех на территории Голландии и в принципе в Европе. Девушки, как вы видите, вполне приятные, симпатичные, но, наверное, далёкие от идеалов модельной красоты. И если сравнивать их с той же условной группой «Арабески», где у нас была Сандра, Микаэла, то, наверное, становится понятно, что пробиться в том виде со своей внешностью очень сложно. Первая и последняя попытка сделать полумифическую группу — это был тоже, по-моему, 79-й год. В 79-м году появились сингл-группы «Сёрферс». Это вот такие бодрые афроамериканцы и, собственно, наши «The Internationals». Но афроамериканцев мы видим на обложке, мы видим их в кадре. А ещё мы видим их на обложках ещё нескольких других пластинок, которые выпускала продюсерская компания Cat Music. То есть это были формально статисты, которые, в общем, изображали, делали вид, что они артисты. А слушая голоса на записях «Сёрферс», слушая инструменты, мы слышим, что это всё та же самая группа «Катапульты». Но потом оказалось, что и «Сёрферс» не пошёл. Конечно, это всё здорово, да, это такой бич-бойс в диско. В общем, очень красиво и интересно. Но в конце 70-х это уже немножко отдавало автолинчикам. И как-то вот диско на тот момент было гораздо моднее. В итоге музыканты сделали первый полностью виртуальный, условно, проект, который назвали «Фантастик». Виртуальный в том плане, что лица, представлявшие его, являлись исключительно лицами. Они приходили на телевидение и исполняли песни под фонограмму. Они были сфотографированы на обложке. Их имена были указаны на конверте. Но к музыке они отношения не имели. Одни мои знакомые, группа «Нуклеар Лось», в своё время придумали очень интересную формулировку. Может, не сами придумали, я не знаю, но услышал я, по крайней мере, от них, что порно-джаз, альбом, который они на тот момент выпустили, это не когда играют джаз, а когда играют джазом. И вот, что касается пластинки группы «Фантастик», вот здесь примерно та же ситуация. Это не когда играют музыку, а когда играют музыкой. Объясню немножко почему. Если вы послушаете внимательно композицию Коста-Бланка, то услышите какие-то знакомые ноты, скажем так. Что это такое? Это тот самый знаменитый «Hands Up» группа «Талант». При этом нельзя сказать, что это стопроцентный плагиат. Нет, это именно вот то самое замечательное, присущее музыкантам группы «Катапульт» – умение играть музыкой. Когда они берут какую-то конкретную песню, играют ей и делают что-то своё. Интересно, кстати, какие композиции вы услышали в других песнях группы «Фантастик». Смело пишите в комментарии. Я специально не называю всё, что я услышал. Мне интересно посмотреть, что ещё узнаете и вы. Пластинка эта вышла в 1982 году на лейбле CNR. Это очень известный голландский лейбл, который существует до сих пор. До сих пор выпускает музыку. И уже тогда, в начале 80-х, CNR плотно сотрудничал с фирмой «Мелодия». Даже не то, что он сотрудничал, но предоставлял, лицензировал какие-то свои альбомы для издания на территории Советского Союза. Самый, наверное, знаменитый пример, который можно привести – это альбом группы «Тичин», который был в каждом советском доме. И по две, по три. У меня было две. Сейчас четыре. Они просто цветные, разных цветов. И вот у меня есть эти мелодийские издания. И что интересно, что группе «Фантастик» тоже была предоставлена такая честь. Но это была не большая пластинка, не полноценный альбом. Это было два «Флекси». Первый «Флекси» полностью копировал первый сингл группы. То есть, там был оригинальный трек и бисайт инструментальный. Вторая песня вышла на миньоне сборники. На самом деле, в 80-х этого было достаточно, чтобы пластинку купили. Гибкие пластинки русские меломаны очень любили, потому что на маленьких пластиночках часто издавалось то, что не издавалось на больших. Например, тот же «Джорджио Мородер» композиции из альбома «Е равно МЦ квадрат». Ну, в общем, с группой «Фантастик» советский слушатель худо-бедно был знаком. Два миньона, ну, полтора. Хорошо, полтора миньона, но они были. Почему я затронул тему «Си-Эн-Эр», потому что другая очень популярная пластинка, выпущенная по лицензии фирмы «Си-Эн-Эр» в Советском Союзе, называлась «Звезды дискотек» «Старсон 45». Это диско-папури на темы Битлз, на темы рок-н-роллов, на темы каких-то современных артистов, на тот момент современных Стиви Вандера и так далее. Так вот, в записи рок-н-ролльного попури принимал участие как раз один из музыкантов группы «Катапульт» Кис Бергман. Кис – это такое уменьшительно ласкательное от имени Корнелиус, но его всю жизнь так все и называли Кис. В начале видео я упомянул название коллектива «Динамик Севен». Что это был за коллектив? Почему Севен? Каким образом «Динамик Севен» имеет отношение к «Фантастик» и к группе «Катапульт»? Дело в том, что «Динамик Севен» – это такой студийный проект, который выпустил всего два сингла. Но, тем не менее, они очень важны конкретно в нашей истории, потому что те три пластинки, про которые мы будем с вами разговаривать, это вот, собственно, первый альбом «Фантастик», первый альбом группы «Диджитал Эмоушен» и первый альбом группы «Видеокидз» – они все имеют отношение к тем самым двум синглам группы «Динамик Севен». Почему «Динамик Севен»? Никто не знает, но у меня есть догадка, и, скорее всего, эта догадка верная. Пять членов команды «Катапульт» плюс две вокалистки из «Интернешнлс» и того... Семь. Вот он, тот самый «Динамик Севен». На одном из синглов «Динамик Севен» была композиция «Лаки Шот». Удачный выстрел. И когда я ее услышал, я, если честно, немножко обалдел, потому что она полностью совпадает с одной из композиций альбома группы «Фантастик», за исключением того, что это просто инструментальная версия. А на альбоме «Фантастик» в какой-то момент в песне раздается такой низкий мужской голос. «Фантастик»! Мы хотели добавить эту композицию бонусом, но решили, что, наверное, не будем, потому что она практически не отличается от оригинала. Но, тем не менее, бонусом на компакт-диски добавлена другая композиция «Динамик Севен», которая называется «Шейм, шейм, шейм». И вот она, в принципе, выполнена как раз вот в той самой стилистике жизнерадостной, до идиотизма жизнерадостного диска, в которой выполнен, собственно, альбом «Фантастик». Ну, на самом деле, не все песни, представленные на альбоме, вот это такое идиотически прекрасное диско. Есть и какие-то такие поп-роковые инструментальные пьесы, которые, как правило, выходили на вторых сторонах синглов. Моя любимая композиция – это «Mua et toi», «Me and you», «Я и ты». Это, наверное, прото-хаус, прото-клаб-дэнс. Вот что можно было сделать в 81-м году или 82-м году? Такое, что предвосхитило бы музыку, которая звучала через 10 лет. Это, собственно, удалось тем самым бывшим музыкантам, которые очень любили Юрай Хип, Pink Floyd, Deep Purple и Led Zeppelin. Когда появились первые синтезаторы, драм-машины, то артисты с огромным интересом взялись их осваивать, разбираться и пытаться создать музыку на основе того, что сейчас там было модно в хит-парадах. Так получилось, что, ну, я не знаю, вот вы можете представить, например, Яна Гиллана, читающего рэп? Я не могу. А у этих ребят получилось. Причём делали они это абсолютно легко и без напряжения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Немного расскажу, чем издание на лейбле машина отличается от оригинального издания. Начнём с того, что переизданий альбома, в общем-то, не было официальных. И он выходил на виниле, а на компакт-дисках было несколько сборников. Оригинальный винил включает в себя шесть треков. На виниле от машина треков, соответственно, девять. Там полностью все композиции, которые были изданы под названием «Фантастик», включая последний сингл «Everybody loves the sunshine», который, собственно, в эту пластинку не вошёл. Он вышел после неё. Поэтому, когда вы купите в свою коллекцию этот альбом, то, в общем, у вас будет практически полная дискография группы «Фантастик». А на компакт-диске к этому альбому прилагается ещё 30 с лишним минут дополнительного материала. Это дополнительные ремиксы с 7-дюймовой версией, 12-дюймовой версией. Ну и, собственно, вот те самые треки. Тот самый трек «Shame, shame, shame» коллектива «Dynamic 7», про который я вам только что говорил. И всё это, в общем, даёт очень хорошее представление о том, чем занималась группа «Катапульт» в начале 80-х. На этом история группы «Катапульт» не заканчивается. В следующей серии вы узнаете, как готовился к выпуску альбом группы «Digital Emotion». А в третьей части вы узнаете леденящую душу историю про альбом Video Kids «The Invasion of the Space Packers». Огромное спасибо всем за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь. До встречи на канале Машина Рекордс. Пока.